Здравствуйте, начинаем нашу очередную пресс-конференцию. Сегодня она посвящена культурному протесту в Белоруссии. Также день нашей пресс-конференции, который мы выбрали, он символический. Дело в том, что в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в подвалах Минской тюрьмным КВД были расстреляны и захоронены в Куропатах более 30 представителей белорусской интеллектуальной политики. Сегодня по этому поводу пройдет акция. Также напоминаю, что у нас пресс-конференция переводится на английский язык. Вы можете внизу переключить себе дорожку на английский. Вопросы, пожалуйста, свои, те, которые вы хотите задать. Лучше всего, если вы будете писать их в чат. И для этого было бы очень хорошо, если бы вы смогли переименоваться по следующему формату имя, фамилия и медиа, которые вы представляете. Так нам будет проще понимать, от кого вопрос и проще задать его спикерам. Спикер нашей сегодняшней пресс-конференции – это Зоя Белохвостик, народная актриса Белоруссии и звезда Купаловского театра. Добрый день, Зоя. Это Ольга Шпарага, философка, кандидатка философских наук, представитель основного состава Координационного совета. Добрый день, Ольга. И это Сергей Буткин, журналист, продюсер и один из лидеров фонда «Культурная солидарность». Добрый день, Сергей. Добрый день, Усим. Также с нами на связи должна была выйти Анна Северинец, но, к сожалению, у нее сейчас кое-какие технические проблемы, и мы надеемся, что она к нам присоединится позже, но начнем мы, пожалуй, без нее. Ну и давайте начнем с короткого вступительного слова, перед тем, как пройдем к блоку вопросов и ответов. Зоя, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, про ситуацию с Купаловским театром, что там произошло, какие репрессии, какие были дальнейшие действия труппы. Ну, такое вот, кратко начните, пожалуйста. Ну, справа тем, что наше звальнение и все, что здарался с Купаловским, сегодня мы вольные Купаловцы, зусим больные, без Калай-двара. Я напачалася задолга до жнивня. Это еще была предвыбручая кампания, когда наши артисты Купаловцы начали выказываться. Пасля, когда Бабарека трапил закраты, наш адмастатский керавник, Миклай Пиньгин, подписал лист у его поддержку. И сразу же стали поступать такие потребования до нашего директора Павла Латушкиш, как гэтых всех людей звольнить. Безумовно, он гэтыга не рабил. Ну, а коли уже здарался гэтых жах, гэтая крывавая война, пасля 9-го жнивня, першим, хто взвернувся до меня, гэта была моя дашка Валентина Гарцуева, сказала, мы повинны неш терапить, худко придумать, мы не можем молчать. И тогда молодь наша записала першый зворот. И вот, пасля гэтых первых разворотов, где наши потребования были высказаны, так само, до Павла Латушкизвернулися, из министерства, и не только, мавыць, как бы, у всех тых людей пераписать и звольнить. Семь было, ну, человек 20-15, я не памятаю, безумовно, гэтыга так само не зарабил. И скончилася тем, што звольнили яго. А уже наша поддержка была, вы видите, какая, мы звольнилися у все разума. И тых зворотов мы писали, амаль, что кожный день, и людей поменьшило, у опошней наш сход, было, мад разума, больше за 100. Сёня нас 63. И мы вельми счастливы, што нас 63, и што мы можем разум, ось, быть, не шторобить, нам вельми складано, бо мы натыкаемся на такие супратилы, на такие переследы, ну, а лишь, мы все равно счастливы, што мы разум, и што мы уже много зарабили. Перше за все самое голодное, наипаун, то, что мы зарабили, это мы выпустили, все-таки спектакль Тудейши, и яким мы хотели святковать нашу сходу. Мы в умовах его спектакль выпустили, кожный день мы боялись, што нам не дадут его так зарабить, а лишь он нас затрымался, мы его и записали, и навык показали завитавшим до нас сябрам, журналистам, дякую Богу, это самое главное. Мы за все ды сутракаемся с тыми, хто нас хочет бачить, мы играем концерты и са студентами, и с журналистами, и за это так осторожно, потому что нам треба быть на свободе, как порабить больше. И мы порабили намаганье, как нам дали такую махчымасть продавать билеты, люди добрые нам пропонували свои помешкания, мы хотели играть тутэйши, хотели играть концерт и хотели играть, у меня есть такие творчий вечер, где я расповедаю об своей театральной династии, якая, ну там, от прадедуля моего иди. Ну, так как министерство культуры не дае нам свое добро, нам, звери удачены, наши исправия зачинены, ну тому мы такие, просто ходим и спеваем, быстро. Сегодня мы безумовно, что самое головное, сегодня мы безумовно будем у куропатых, у куропатых нас будет, будет три человека, три купалуки, а наши все астатние купалуцы, яны, ну, якбы, будуть перехватить эту инициативу, калі скончатся у куропатых, у нас будет такий онлайн, где наша молодь будет читать успамины, листы, дзённики, и гэта будет, я, певнена, вельми цикава, и таким чынам мы вспоминаем тых, хто для нас сегодня з'является нашей, ну, не веду, это наша холгофа, наш реквием, наша споведь, и то, что мы повинны зробить, то, что яны не поспели зробить. Спасибо большое, Зоя. Я бы хотел сразу обратиться ко всем журналистам, и кто хочет задать вопросы до... вопросы к Зое Белохвостик, пожалуйста, сделайте это в ближайшее время, потому что Зоя с нами, к сожалению, может быть только до 15-30, поэтому, если вы хотите задать вам какие-то вопросы насчет Купаловского театра, насчет группы Купаловского театра Зоя Белохвостик, пожалуйста, сделайте это в ближайшее время, чтобы вы могли их задать тоже в ближайшее время до того, как Зоя уйдет. Спасибо большое. Ольга, что-то... какое-то вступительное слово от вас. Да, спасибо большое за приглашение. Я еще пока не делала исследования, что происходило в поле протеста, это предварительно, там, не назову все и вся, но, конечно же, белорусский протест, он креативный, он умный, поскольку используют технологии, ну и, как мы знаем, женский, да, женское лицо играет важную роль, и это все, формы этого креативного проекта высокопрофессиональные, поскольку сейчас мы уже видим выставки современного искусства протестного за пределами Беларуси и в то же время массовой, и это видно, как эти формы профессионального искусства и массового сочетались, каждый месяц мы видели новую конфигурацию, напомню, в июне все началось с эволюции, с ареста картины Хаима Сутины, Сутина 1928 года, Ева, вокруг, вокруг Евы образовалось движение, художники мобилизовались, художники предлагали, ну, в разных художниках, в разных сферах свой ответ на ситуацию с Евой, мы помним, что Никиту Монича уволили за его стихотворение, в июле, когда объединился штаб, Антонина Слободчикова, художница, мгновенно сделала новый символ, который стал символом объединенного штаба, да, сердечко, победа и какой у нас там, в общем, три этих символа, в июле художники продолжали делать свои высказывания, художники в разных сферах, перформансы, призывали к объединению в самых разных форматах, в августе появились новые формы культурного протеста, которые были, конечно же, связаны с репрессиями, которые власти, с террором, которые власти развязали, появился проект Культпротест, где художники стали плакаты свои собирать, прекрасные, которые мы сейчас видим на мировой сцене современного искусства. Концерты у филармонии появились, которые потом стали распространяться в самых разных местах. Художники продолжали делать перформансы, музыканты записывали свои, разные группы записывали свои новые произведения. Была проведена акция у Палаца Мостатства, за которую Надя Саяпина, художница, получила 15 суток, к ней домой пришли, вломились, это было такое жесткое, очень жесткое поведение властей, сигнал о том, что культурный протест замечен, культурный протест играет свою важную роль и власти принимают его во внимание. Однако все это продолжилось и в сентябре мы увидели, как культурный протест вышел на улицы, мы увидели, какой креатив объединяет людей на уровне плакатов, с которыми люди выходили на марши, воскресные марши, женские марши. В октябре появилось тюремное искусство и высказывание на эту тему и в октябре также появилось дворовое искусство, да, и философы бы сказали, что это социальное воображение наконец охватило все общество, все, что делалось до этого, делалось не зря, да, про Купаловский театр мы услышали, конечно, это тоже огромный импульс и протестный импульс, и поиск форм выражения, протеста в белорусском обществе, и я думаю, что все это связано и с протестом, направленным на выражение критики, недовольства, несогласия с тем, что делают власти, но также на воображение другого общества, в котором мы хотим жить, новой Беларуси, мы видим это по флагам, мы видим это по поиску все новых форм, и вот это наш протест, который креативный, умный и женский, он, я думаю, дальше будет менять формы, и это огромный импульс для нашего будущего и демократического будущего. Спасибо большое. Ну и хотел бы также краткое вступление услышать от Сергея Буткина, одного из лидеров фонда культурной солидарности. Сергей, можете рассказать кратко про деятельность фонда или про ситуацию, которая привела к образованию этого фонда. Сколько у меня сейчас? Ну, пару хвилин, я же посля мы там удокладными питаниями от журналистов. Доброе. Наш фонд истнует только три тыдня, для такого ощущения, что, ну, три годы, потому что это произошло вельми шмат, вельми шмат фактов, за какими требово працаваць, вельми шмат литерально крыков об деполамозе, и тут, что истотно, что истнуючие фонды, они не покрывают усех потребов, и не могут справиться с усими запытами, осаблевать девочего культуры, яким, как бы, мало того, что, ну, я неизвольнен, я не позбавлены, в принципе, махчумисти для самореализации, а мы, на увазе, тут фриланс и артистов, да, які не могут давать концерты и выступать, потому что ситуация такая. Отповедно тому, тут, ну, разные формы поддержки вымагаем, и мы, как раз, хочем это все наладить. Як я сказал, ось, три тыдни прошло, тая допомога, якая може быть оказана 100%, это извольнение, потому что тут мы працуем прямо вот про стенку с байсолом, и одразу, как бы, эти выпадки покрываем, то есть, я намагаюся зарабить, как бы это было худко, и мы все, кто-то остались без праца, за выказанность своих поглядов, отрымали, ось, хотя бы, гэту выплату, але, как сказал, один из тыд, кто я отрымал, ну, як бы, а что мне дали рабить, то есть, творчои люди, звычайно, ше, ну, яны сами у себя, как бы, сами у профессии, и, что дали рабить, яны не ведут, потому, один скирун каудопомоги, ось, просто, зараз, мы разговляем, пакуль не буду казаць, бо, гэта не факт, с европейскими театрами, на кон таго, как яны взяли на працу, на стажировку, ну, неким формаці, звольненных зорок, опера, учорашня. Таму тут працы мора, тут патрэбна юрдычная, психологичная патрынка, и таму, вось, все гэта мы зараз збираем разом, зараз, ёсць, сторонка сайта, сайт, и фонда, дзя, ёсць две функции, пакуль шту дакладны, па яких мы можам працаваць, гэта уласна, заполнить заяву на звольнення, калі вас звольнення, на уходзец байсоў, і прапанаваць свой худкі творчы праец, патаму шта, якраз, креатив, якбы, які праўвіли творчы людзі, падчас, вось, гэтых протэстов, і варты захаплення, і варты патрымкі, патаму шта, я ведаю дзязчаткі ситуацы, калі просто творчым людзям нема чого есті. Там ў каліна будзе являць сваі праекты, і мы будзем шукаць способы их фінансовання, т.е. мы зараз набираем пул партнёров, в том, шта конкретно, якбы, в тумбачці, у меня не ражаць грошы, але кожны з вартых праектов, і кожнах з тых творців, які выказалі публична свою позицію патцерпелі, мы гатавы, гатавы да помахчы, усіемі сіламі, які ў нас ёсць. Як хутінь, каеша, скажу про некаторы, вийніки дзейності, патам што ях просто не могу, не паспіваю записывать, патам што, ну, дзень проживаєць як місяц, па насыченності і всіму. Все ведуць на пауна проліст дзеючого беларускай культуры, яго підписали, там, більш за 1600 чоловек, он просто разліцелся паусю, вийніки каторы, з тых, хто його підписав, пауна булі звольнені, і мы їм ўжо да помаглі. Так само тут, ось сядзіць Зоя, яшчы хачу раз падзякваць за смеліць, патаму што, відея зворот 22 дзеючого патрынку ультиматуму пачынаусі з яе слову, і якраз, ось гэты зворот, он разішоўся просто неверагодна па усім інтернету, і пайшла така реакція, што, ну, просто театрамі люди стали, якбы, заявляць своі патрабаванні, баставаць, звольняцца, гэтак далі. Мы зараз ось працоўм так само с тымі, хто звольнился ў гэты дні, і гэта натуральна, давайся зараз нешто галовне скажу. Ну, гэтам мэдзя каналы, патаму што, нажалі, якбы, няма, не было ваўч нейкага канала, каб таму бачыць, што робят дзеючі культуры, і што, увы, няку. Гэтага з'яме отбываецца, па том, што, все было разрозняно. Цепер можна хацяббы картіну свету атрымаць з нашых мэдзя каналах Туззен и Фэмбай, які мэ аднавілі. Гэта адзін з найстарэйшых сайтаў, в прынципі, беларускім інтернэце. Ему сімнацаць год, ён был прасвечэна беларускай музэце, беларускамолнае перадусім. А цепер он прасвечэна культуры супратіву, і там все, што могут сабраць наші журналісты, там ёсць. Ну і каналаы Байкультура, Телеграм, Фэйсбук, будь ка будзе Твиттер. Мы таксам пачінаў зараз міжнародну кампанію солідарнасті, ка працягнуць сусветны зорок, ка праспавісті про тое, што буваецца ў Беларусі. А дучора пачалі такі аукціонны солідарнасті, калі не якта хоче паттірмаць, як бы творцаву вось. Прас такі формат. Зараз Юра Стыльскі, Ігр Варашкевич выставілі сваі лоты, можна, як бы, набыць гітару Варашкевичу, на якій он там пісал пічні, дажі хлопец, можна аутопартраць Стыльскага ўзяць, і тым самым падтарымаць творців, па тому, што гэта іграушынніч, наш фонд. Ну, напэлна сё, патам, што магу гаваріць довго. Дякуй, дякуй. Ми аш, аби вас ково там, єш патання на конд дейності фонда. Я бы сейчас хотіла задаць вопросы, які є вже для Зои, щоб в 15.30 вас зоя відпустість, в связі з тім, што вы должны уходити. Вот, патання ад Вольги з беларускага... Цитнот. Так, патання для Вольги, да ад Вольги з беларускага радео «Рация». Якія самая ганебная прыклады штрейхбрейкерства ў культуры вы можацці назваць? І другое патання, ці отрымліваецца ў Купалавцав намацць шлях самастойнага існавання трупы па замежамі будынку Купалавцкага театру. Па замежамі Купалавцкага театра нам вельмі складана існаваць, мы існуєм іліш гэта, ну, мы квіткі не можам прадаваць, у нас нема ба мешкання. Таму мы працюєм, як такі, некі самадзейный гурток, перасвочны, як цыгані, цыганскія кібіткі. Нас хтось ці, там, пускає, надз нами застракаюцца, а, што ты цыцца штрыхбрехерства, ёсць у мене такі прыклад цудовный, гэта було даўно, якіш гэта було, гэта тое, што рабілася з театрам вольная сцена, калі важаннага нашага рэжісёра Мазынскага звальнялі за яго света коглят. І тады я ведаю, што былі прапанавы двум рэжісёрам ізмяніць яго на гэтым посте, але яны адмовіліся. Гэта был рэжісёр Тіна, і гэта был рэжісёр Гарцую, які сказали, не, ніколі, мы не пойдем за місць Мазынскага кераваць гэтым театрам. Але ж прышоў сам другі чалавяк, я не ведаюць, трыба мне называць гэго прозвишцца, і сказав, я зроблю, мене так хочацца, я буду. І он зустрэвся з артыстамі, артысты тупалі нагамі, крычалі, далов, 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 але он звольніў частку, большу артысту, набраў сваіх вучнях студэнтав за Інцитуду культуры. Гэта став зусім іншый театр. І нават гэта мулаць, я ныння віны бэлі, а ныння бэлі малады, нічого не ведалі, ні ваучын, ні разабраліся. Вось, я думаю, што гэта яскравы приклад такого штрыхбрэгірства. Дякуй. Яшчэ пытање до вас, Андрэй Масквін з Университету Маршавскіка. Пытање пірше. Ці ёсць у вас нейкая сторонка на Фейсбуку, дзе можна сачыць за тым, што вы робите? У нас ёсць наш інстаграм Купалуцкий, Вольныя Купалуцый, і там мы в Фейсбуку мы стараемся там выкладываць всў, и што гопалуць почалося. Почалося у нас з клипа самомузыка, якобы колеса, і мы далі так выкладаем все, што мы робим. Да, Ютюб, да, на Ютюбе ёнкрутіць у нас. Добре, дзякуй. І другое пытање таксама ад Андрэя Масквіна. Важно не толькі чытаць забитых паэтав, а ля сённяшніх, які реагуюць на падеи. Напрыклад, Эдуард Акулін, Амаль Што Дня піша выдатныя вершы. Можна лі можа лі нехта зробіць гэтага цыкал і записаць? Возь, дава спытання. Я ўпэвнена, што можам, трэба, ну, просто звернуцца, дэн, дэкупалуццаў, напрыклад, мы мы заваляныя працы, а ля мы з задавальнэнням. Яшча і гэта зробім, просто трэба неяк маконтактаваць, можна написаць львому купалуццу, і мы бузьмем працы, і з задавальнэнням гэтэ зробім, ше у ня нябажжу няякай праблемы. Дабра. Ну, і яшча да вас пытання, ўсвэзіцць тым, што вы сёня пайдзеце, вось будзеце прымаць ўдзеце прымаць ўзіць ўдзеў гэтай акцца, яка сёня адбудзець у Курапатых, пытання, пачэму вы іспользуецеце ад Карла Хенрика Фредріксарана ВОКСЮРОП. Пачэму вы іспользуеце это історіческая сравнэня 20... ночи 29 на 30 октября 37-го, і какая роль культуры в працэстах 2020-го? Справа тым, што вось гэтай, я думаю, самый страшэнный тиск і удар нек прышоўся адразу, ну, вось ўжо казалі тут, паеві. Ну, як же мы не можам правесці такую параллель. Мы першы, які вылецели просто за свайго купаласка гадому, на перээдэ дні стогадовага юбилея. Вось таму, я думаю, што вось той страшэнныя збеццё нашых паэтов, які былі маладыя, таліновітыя, прыгожыя, які палэгалі просто свайгаловы склалі, я думаю, што гэта параллель абсалютная. Мы просто не можам не адазвацца і не можам не перанять гэту эстафету. Я ліжу, што гэта гэта вось эстафета. Мы просто повинны стаць і дарабіць гэту ісправу. Добре, дякую. Я сказала, я на пэтані. Ну, я сподіваюся. Ну, хіба апашня пэтані для вас, гэта, гэта, как в нынешній ситуацій выстраиваць адношэні с темі, хто малчіт ілі придержаваць сімнітралі хепа? Ми самі не відаем як, ну, асабіста я вирішала, што я не будуть звертаць увагі на лаэнку, на плягузганні. Гэта не, ну, гэта просто не трэба, мы просто тратім свае сілы, я стараюся ўсё зауважаць, што ў наш бог ляціць, які лаэнки, які там, не крыудецца, а разумець, што ті люди, які маучаць, не патрымливаць, ці на адварот, нас обвіновачаць у тім, што, ну, наприклад, купаўць, што мы разваліли театр, што мы там, што мы здратнікі, я ліжу їх здратніками, ну, што, што я просто більші не магу, ну, не, як реагаваць балюча, яскрава, таму што ўнас ўіншэ справа, нам трэба быць, трэмацць сэрце і нерваў парадку, капа, гэта просто тэі людзі, які не просто не ведаюць, не адчуваюць, і ў їх не баліць, гэта тэі людзі, які не хочуть чуць, чуць, не хочыць бачыць, і ў їх пасаправды, нічого не баліць. Гэта людзі, які засталіся, ў нєдрах не ведаю, якого життя. У нас вайна цивилизаций, мы не хочыць, ка Беларусь наша зіставалася, нєдзі там не ведаю, ў перчорав я кой. Вось і все, я не могу бачыць звертать, нєдзі там не гадаюць бачуць бачуць. издать ну что надо 100 книг я не знаю на самом деле потому что много сфер в которых это происходит много форм и я знаю что уже немецкие издательства какие-то проекты начали поддерживать но все это требует конечно исследовательской работы какой-то период времени я так себе собирала то что происходит в сфере современного искусства думаю что какие-то какие-то арт-кураторы и люди в разных сферах конечно делают заметки собирают ссылки но все это предстоит работа очень важная я считаю что она важная документирование не просто прошлого но это такой для будущего очень важно все эти книги ну и не только книги выставки до нужны разные формы как как про это рассказывать и мультиплицировать как-то этот опыт эти форматы потому что просто форматов новых идей огромное количество да и на разные тематики был лгбтк такое обращение художников к объединению в общем ну всех такой лгбтк перформанс то есть просто настолько много оттенков еще всего этого и все это надо контекстуализировать корректно чтобы показать насколько это вот разнообразные богатые глубокие высказывания спасибо пытание для сергея будкина от вольги самашка с белорусской радиорации это не першая кольки человек уже отрымали допомогу от фонду и другое пытание якими сродками оперую фонд из-за костчаго яны пополняются сергей мы вас не чуем калю ласка уключите звук так я могу дать агульную статистику вось опошню якую маю патрымцы звольненных в принципе потому что зараз патлумачу все ну калі патрыбны лечбы то за два месяца выплачена 1 миллион 42 377 евро 634 человеки их отрымали гэта па линии байсол там юс дзеяча культура и пакулих адзялите агба от агульной массы немагчима и мы зараз будзем просто вести статистыку но нажаль объем информации базы дадзеных настольки вяліки а нас фактична працую ну два чалавеки зараз потому что зрусия мы пачиналі гэтую справу алену яна вырышила застаць у фонде на позиции просто в назиральной радзе и мы дамовилися так что она займаецца свою справой потому что ее там цікавые праектики так самая корыстна тому мы зараз формуем команду и вось настраиваем всю працу по всіх керунках потому что их их шмат и намагаемся просто уже працаваць с гэтыми пынями и я думаю что прас некалькі тыдня я на гэта пыта не откажу пэлну воля вино мая контакты може звертацца все распорядок ну и так сама до вас пыта не а я як може ці да помагчы студентам яких звальняюць з академии мастатство ў менску выключаюць так ну выключаюць об гэтым гадзецца знову так ну па кожну выпадку просто треба разбираться индивідуальна я просто не ну падалася зараз у фонды фактична вся Беларусь так ю кожна га свая ситуация я веду декладна ситуацию пра факт звальненея и она закрываецца гэты выплаты ситуация небанальныя ну на угол яг бы там треба пристачася гэтому там полдня час ситуация за студентами контролюя іншы чалавек паэтум я пакуть за яго не мау дяку так зараз ёсчэ пошукаю пытањи вось пыло пытање для ольги пытањи пытање для ольги шпараги так ну какой ваш философский взгляд на то что происходит сейчас в беларуси такое очень общее ну мой философский взгляд что происходит происходит революционные изменения начинали мы называть их еволюция теперь мне кажется мы надеемся что произойдет революция что мы перейдем от авторитарного авторитарной формы управления к демократической и в принципе то что сейчас происходит это такое ну оформление демократических новых структур и субъектов и сообществ горизонтальных связей и знаете вот мы в сфере нго независимой культуры всегда мечтали чтобы как можно больше было таких прекрасных людей теперь мы видим что все наше общество очень большая его часть значительная часть вот такая способная имеющая знания и компетенции для того чтобы управлять этой страной я как в одном из интервью говорила нам не нужны и слышу это от многих сильные лидеры нам нужно сильное общество и по моему его становление происходит сейчас ну если так очень кратко говорится так тема конечно огромное спасибо ну и вот вопрос от марека беккермана из медиатавр вопрос и для сергея и для ольги является так вопрос на английском сейчас попробую перевести на русский сходу является ли вы целевая культурных фигур как вы знаком того что система настолько отчаянно что она не может идентифицировать откуда идут изменения вот такой вопрос ольга сергей кто из вас хочет ответить я не до конца заразумел постановку выцеливание ну да то что система выцеливает ну как бы деятелей культуры ну как бы для репрессий значит ли это то что она не может как бы идентифицировать точно откуда идут изменения является ли от переводчик наш перевел вопрос сейчас зачитаю спасибо юра является ли преследование таких деятелей культуры как вы признаком отчаяния из-за того что система больше не может понять откуда происходят изменения ольга есть что сказать ну да да ну понятно как бы и по тем разговорам которые ведутся следователями кгбшниками всеми этими ужасными людьми со всеми нами да ищутся организаторы и организаторы ищутся очень прямолинейно да и нет понимания нет признания того что в общем субъектом перемены является все общество я думаю что это очень сложно признать в том числе потому что с этим справиться невозможно организаторов можно посадить и организаторах но с обществом справиться невозможно вот ища организаторов в том числе эта система защищает саму себя вот и ну бессилия да с одной стороны бессилия с другой стороны вот за 26 лет все таки был наращен этот силовой аппарат который просто вот держит белорусское общество в заложниках и пока нужны новые формы до самоорганизации еще активизации общества поиск всяких каналов инструментов чтобы справиться с этим с этим аппаратом у меня есть что додать с провалована так кратко сформовать просто люди системы да и они находятся в такой системе координат что они не могут зрозуметь то есть ну яны рабы да и они не могут зрозуметь что координаторов может не быть что громадство может само самоорганизовываться и умовно там ну няма организаторов уличных концертов там на районах да то есть яго просто няма и знайсти яго ну гэта марна таму яны падазраюць у кожным организатора там цих это александр помидорова там цих это лэсли наевс горстаур цих это еще нехта цих это денис дудзинский то есть яны на угол не разумеюць ким мают справу и не разумеюць а гэта працуя и ад гэтага яны панична вось робець гэты затрыманни саджаюць сих кагу бачуць ну и гэта якбы вядзе им клива до конца это просто незаворотный процесс и на его глядзеть просто патешна я не веду спашлюся на той виде якой уже в телеграме не знайду калі там хлопец працован и троллиць фактична вот у официйным ролику у министерства внутренних справов что он будзе пятнадцать суток не курыць и бегать марафон и аны праймаюць это на веру то есть они ну не разумеюць ни жарта то есть у их якбы культурная база слабая то есть мы зараз працуем над тым ведыце каб пазбавить их куміров наугу мы хоть ну плейлист там умовного ОМОНовца ягож вельми легкое догадаться хто у им есть и мы хочем завернуться так само до гэтых людей с просьбой и ну просто покинуть людей наугу без ніякой базы культурной и тады аны засохнут за усе дякую так само питание и до Вольги и до Сергея белорусское протестное искусство какие его уникальные элементы и есть ли у него какие-либо уникальные элементы ну это конечно нужно исследовать да если так предварительно говорить что то я уже сказала во первых это разнообразие очень большое да то есть мы как я говорила там мы можем видеть и женское искусство и какие-то традиционные формы искусства которые стали политическими самые разные группы в этом участвуют то есть ну вот просто разнообразие форм и содержание и вот инструментов выражения протеста ну просто какое-то необъятное да второе я бы сказала что удивительно это коллективные формы высказывания как быстро художники деятели в разных сферах стали объединяться это фантастически да мы все время до этого как-то критиковали наше общество культуру за недостаток доверия связей а тут вдруг огромное количество форм коллективных высказываний политическое измерение третья черта то есть до этого нам не хватит не хватало политического измерения в культуре искусстве это все подавлялось а тут вдруг люди находят такие как бы точные глубокие формы именно политического высказывания четвертое я бы сказала что это феминистское измерение потому что одним из важных все-таки лозунгов является бьет значит сядет ну условно вот этот вот я видела этот этот плакат его нес мужчина старших лет на митинге то есть феминистские лозунги которые касаются опыта насилия да вот этого ну-ка лукашенко тоже я не отдам беларусь синими пальцами ее держу это совершенно такой абьюзивный жест и общество на это отвечает в такой с феминистским языком да это насильник мы не хотим больше жить в доме с насильниками мне кажется что это тоже мы видим вот этот вот ответ на насилие в таком феминистском ключе это пронизывает тоже разные формы высказывания ну и спонтанность может быть еще да я не знаю насколько этот вот специфически белорусская ну конечно одна форма протеста одна форма высказывания дает от дает толчок другой это спонтанность тоже неиссякаемая мне кажется регионализация можно сказать там и без самого начала говорили о регионализации протеста мы видим что это креативность тоже охватывает всю беларусь спасибо сергей вы хотите может быть что-то добавить ну я напомню наголовно назирание в этом плане хочу сказать потому что одну самых популярных фразов у интервью с культурными зейчем я близу двадцать и вот працевал журналистам была такая фраза мы поза политикой а любили казать творцы и музыки и артысты и все на свете потому что мы хочем займацтовать свои справа зараз хэтую фразу я не чул уже ну я не веду месяц-два дык докладна принципе адлета и перестали ногу промовлять потому что все зразумели нареште что это все политика это все их життё и она не могут быть сами по собе отключены от этих процессов и самое главное что люди заразумели что они могут на это уплывать да и у тым леку своими творами своими песнями своими некими просто навод такими невеликими учинками потому что не кожный может сказать публично там извольница али кожный наприклад там камерный оркестр филармонии может при конце выступа достать там стяжок помахать сегодня ты классный флэш-мобы и ким и там концентруя ли да помогали рабицейки прошли в оперы и филармонии те выждет чароны просто вольны хорти хору балаклавах те просто выходы на приступки филармонии просто как ну известно нам показали там умолна вот тому мы мы бы подумали что это фантастычно некий фильм а тут усть метликс как раз ходить дымая тут у нас на на офисе як раз и вот это дивное чувание что ты как бы знаходишься унутри фильма неяк яки пра цебе дымают при этом ну что это реальность и что люди яки вот литерально три месяца тому мы плановали там теле интервью с вядомыми артистами в межах проекту белсад мюзиклайф моего и они тады казали только давайте без политики ну там ну литерально просто два месяца они презентуют уже песню как бы с кадрами то змей тэнгал и с натуральными посылами то есть и этот шлях вельми худки то есть просто вот на на роджение нации просто за там невезду два месяца отбылось то есть что мы повинны были нормально пройти и спокойно усть там я не веду девяносто четвертого года пройти усе гэты обмерка ванне пройти усе гэты переды мы пролетели просто за два месяца я боюсь что не боюсь а лимна пауна в этом уникальный да ольга просто я бы еще вот добавила мне пришло в голову что конечно еще это все эти формы протеста с технологиями современными связано мы видим как снимаются дворовые сообщества видео снимают как используют вообще все социальные медиа активно то есть в этом смысле это очень современные современные формы да вот умный как я сказала и протест умные и искусство умное и это и это вот такой профессионализм и в то же время художники говорят на художнику артист в широком смысле говорят на понятном широкой публике языке это это очень интересно что происходит конечно есть более профессиональные высказывания но в целом все это очень многие проекты выглядят такими ну как бы профессиональными и при этом с таким месседжем для вот своей аудитории широкой аудитории фантастические вещи спасибо вот у нас два вопроса от журналистов из-за рубежа они одинаковые можно их в один вопрос формулировать какая необходима дополнительная помощь из-за рубежа что мы можем сделать как помочь сергей калиласка да мы как раз працан над листом международной солидарности к подключить до компании подтримки у всех кто хочет причиниться ну у культурной сферы мы працю тому там будет подрагазан инструкции но я могу уже сказать что можно что можно робить то есть папе по перше писать да про это потому что информации мало и мы вот зараз затыкнулись с тем что некоторые довольно ведомые люди просто не ведут им просто треба рассказ я думаю ну треба дочекаться на тузен и фэмбай мы прах это заявим на днях потому что подрагазан инструкция что может рабись кожан для беларуси то есть того как просто подписать лист солидарности и нести некую дорожку тему своих там публичных выступах ци у сетках там под пэлными хэштэгами да это у выпадку артыстов музыкантов могут быть живые сеты своих студий со своих просто квотэров якие присвячены беларуси да и там можно подключить донейшен и ки можно запараллелись там на на фонд это может быть просто контент для беларуси присвячене беларуси там своих песен клипа у фильмов спектакля все что за угодно вот тут у литовской оперы зараз и шла постановка кондиты какая там у якой была заденена маргарита левчук она присвячала кожный выступ конкретной группе там медикам шахтерам спартовцам да то есть в принципе кожные замерзный необыяковый человек можно подключиться на розных узлов от римки их довольно шмат и хочется уже это подать просто особным таким блоком как раз по всю джоусь информация дякую дякую ольга тебе хочется что стеба дать не знаю хорошо сергей все сказал да я очень надеюсь что теперь с нами будут больше говорить как равными партнерами и партнерками да и мне кажется что мы можем обмениваться опытом и делать совместные проекты я мне кажется что то что происходит беларуси это важный вклад в демократические преобразования по всему миру и я вот за такие коллаборативные формы это к добавлению к тому что сказал сергей все это важно но в принципе вот эти партнерские формы очень важны для развития в том числе наших культурных деятелей да чтобы они чувствовали свою уверенность до уверенность вот в нашем обществе в том что происходит потому что всем нужны силы все устали и потеряли работу в тревожном состоянии самые разные формы поддержки все формы поддержки хороши я очень додать я там закинул посылку на youtube мы сегодня до помогаем организации и онлайн трансляции концерта маргариты левчук у вильне яки будзе называться живей беларусь и он будзе у костюля можно там убачить посылку и кали почнецца и он присвячается якраз людям культуры яки были звольненные за свои покляды пачас ягой якраз можно будзе подтримать фонд культурной солидарности пас посылки донейш на это да питание что могут зарабить так самые замежники амулась ось посылка будем удячны кали вы будете распространять ну и просто поглядите это будет пригожа на этом концерте плануется что будут высокие особые с литвы светлана тихановская обецела пройти к тому тому глядите дякуй дякуй хочу передать слове представительницы пресс-клуба алле шарко которая хотела задать вопрос ольги здравствуйте все оля безумно рада видеть тебя на свободе вот так как у меня вопрос будет иметь отношение к сообществом поэтому во первых вопрос к тебе конечно к сергею тоже на самом деле вот я хотела рассказать что сейчас включаются все представители культуры даже те которые действительно были далеки от политики и вообще от гражданской активности например известный в беларуси художник руслан башкевич который очень скептично всегда относился к любого рода институциям и организациям и профорганизациям он и также арина савченко сейчас проводит открытое исследование оно посвящено искусству времен революции или революции нового искусства и те люди которые имеют какое-то отношение вообще к культуре арт исследования им предложено запомнить ответить на какие-то вопросы и передо мной вот это их анкета и я с радостью заметила там один вопрос совершенно нетипичный для людей которые не интересовались раньше вот этим движением между разными сообществами я хотела бы услышать от вас от ольги от сергея возможно ответ на этот вопрос вашу версию звучит так бойкот сотрудничества культуры с нынешним государством или сознательное встраивание в системные институции с целью их трансформации то есть не может оправдать этот компромисс вот спасибо а вопрос в чем водка вопрос в том как бы ты ответила на этот вопрос что стоит игнорировать либо оставаться внутри институции пытаться изменить ситуацию внутри ну вот да и вот прямо из моей перспективы мне кажется что все мы там разные люди разные группы находились ну на каких-то своих стадиях да и я например в этой борьбе нахожусь не знаю ну в такой борьбе внутри беларуси пониманием того что есть потолок но нужно там ну можно что-то менять не знаю с какого с 2001 года когда меня из бгу выгнали да и как бы академический протест потом из бгу меня выгнали ну и много всего и я для меня как бы вот те все эти революционные события я не представляю уже как можно больше работать с этим потолком да ну не знаю может поэтому я оказалась за пределами беларуси у меня был такой шок и такое отчаяние что нужно жить при этом режиме с этим уровнем насилия что ну я не знаю поэтому я там в академический совет пошла то есть это моя позиция потому что я до этого уже много лет пыталась другими способами бороться но я могу представить людей которые сейчас активизировались да и которые ищут еще их способы протеста и конечно все институты не являются абсолютно одинаковыми всегда есть какие-то ниши где можно сопротивляться вот ну на компромисс идти нельзя с теми кто отдавал приказы до ректора это университетов или те кто отдавал приказы людей избивать и мучать но не знаю вот на уровне школ да когда учителя идут на переговоры с родителями да и когда родители могут на них как-то влиять это тоже форма протеста в общем мне кажется что что тут разные траектории и надо там все пробовать ну и эти критерии тоже устанавливать их нужно описывать да это тоже очень важно вот чего не делать точно да и где мы можем нащупывать стратегии сопротивления спасибо вопроса антон про бачу я хочу дать трусак или ласка тут ну на кон ну на кольке я разумею пытание ну вот на кон встраивание да и убудование у державную систему и там спробы разломать пасутности мы гэтым займалися ну вот я на свою память там мамаль 20 год и фактично там с 95 года гэтым займается люди які ну мают хоть некие сдольности бачить и анализовать и я бачим это долгий шлях и ну тут тут треба исти иначе тому натурально неяких наугу зараз сувязел с державными институциями по меры макчимысти я разумею там могут быть ситуации просто не може быть ну не я потому что есть мы и есть яны и гэты падел ну на нажали бы я говорю уже не 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 склеять не шить таму мы идем якраз да таго как были мы да потому что что-то там зарабить уже зараз у татры державным не махчим просто треба выходить следом за тыми кто взял на себе смелость и поверьте замены таким людям просто знайсти не махчима держава не може истиновать без гэта без гэтых институции потому что она перестанет быть державы по-моему тут отказ на поверхне и зараз таки пероломный момент калину это повинно спрацевать спасибо последние два вопроса от журналистов из гонконга каору и алекса первый вопрос но опять я сложный вопрос перевожу с английский с английского сходу попробую как именно культура реструктурирует общество для настоящих изменений отлично юра спасибо еще раз так первый вопрос как вы думаете как культура вызывает реструктуризацию общества чтобы принести реальные изменения и второй вопрос видите ли вы в этих произведениях ну видимо в протестных произведениях усиление акцента на белорусском языке так структуризация общества ну вообще же культура направлена на связана одна из ее функций это нахождение общего языка да то что создается в культуре это и форма индивидуального самовыражения и конечно коллективного самовыражения и мне кажется в этом смысле то чему способствует сейчас культура в разных формах это построение этих горизонтальных отношений выстраивание доверительных отношений создание новых сообществ вот и вот все это разнообразие форм тоже нужно для того чтобы строить по-разному эти горизонтальные отношения люди все разные да и поэтому вот разнообразие форм помогает и и разность людей сохранить и общий язык найти вот реструктурирование от вертикали да вот мы видели одно из видео из одного из вузов где там кто-то проектор кричит у нас тут иерархия студенты отвечают нет у нас тут горизонтальные отношения вот культура мне кажется то что культура сейчас предлагает это вот ответ на эти иерархии вот и что касается белорусского языка но мы видим что языки сосуществуют то в рамках протеста вот и я считаю что демократических условиях белорусский язык люди будут будут хотеть на нем говорить и поддерживать его развитие то есть ну поскольку это это важно для самовыражения и эта часть это и историческая часть культуры современная вот мне очень нравится что вот те видео которые записывают кто-то на русском говорит кто-то на белорусском то есть это тоже какой-то такой вот вариант когда мы слышим друг друга какими бы разными мы не были ну как то так я бы ответил спасибо сергей одно сномовы конечно тут видовочная измена потому что в стране белорусская мова равнялась а протесту и ответ на протест можно было выказывать по белорусскому был таки страты потому что белорусская мова завжды як бы под под тиском находилась и в принципе с часового референдума там 95-го года когда она была позбавлена статуса одиннодержавной и и кали ты размаляешь по белорусску то это значит что ты уже супер и теперь были великая хваля протестного и вот этого культурного продукту как раз на русской мове и этого конечно никого помню с большего не не покоить потому что теперь супер тусе и кожны выказывая на той мове на какой он может тому тут на углу нема проблемы и колькость контента я была русском ована так русском ована отповедно просто повысилась ну колоссальные объемы просто бачу потому что приходит нам на каналы на мэйлы то есть это ледзвя не песня в хвилину там циклип ци не не что еще просто это ну великая колькость продуктов открылся таких некий шлюз просто такое чувание что он был так наглуха заварен и все варилась як бы там и вот прорвала прорвала и теперь мы замагаемся это все осенцевать что и кольких этого все спасибо ну тебя хотел вопрос задать я вот слышал что омоновцы слушают в автозаках песню группы алиса небославян вот вы собираетесь ничего писать тем чтобы ну как бы лишить омоновцев значит кумиров да у нас у нас у нас есть таки таки списку кумиров спецназовцев были бояши руки да потому что принципе шмак людей нас подрывать и мы имели су встречу с артемием троицким и готовы там доучиться в некой ступени там якости консультанта цели якости там базы неких я вон и контакта у тому да это все в процессе цикавый момент что это казал олесь пилецкий сдается антон трафимович страдаю свободу коллегу затремливали и у отделения милиции и он почувств телефона песню в рта интеллидженс у одного с милицианту это белорусский гурт зараз сусветный прорыв ну и текавая количество гитаристы в рта интеллидженс и так само затремливали он так само покатался в автозаку да и там страдать опытом то есть новость про про такие цикавые истории варта просто рассказывать распал сюжет информацию да как у них на телефоне ничего не играл да ну спасибо сейчас вышел спасибо сергей за то что подключились к нам спасибо ольга за то что подключились к нам так сергей и ласка я все же таки по кольки ганы северы не снимал и ну и справедливо будешь кончить на плана на этой теме да то есть так и ласка день там память ах вяру репрессии и сегодня буди акции у куропатах сегодня мы запустили я там давал в чате сторонку кому цикало захавайте где мы собрали всю информацию по нашим проекте присвеченную этой теме тым лику там ганна севернец удельничала я каутор лекции ну и я просто хотел сказать потому что мне меня просили так само выказаться на параллели до 30 падзею тридцатых репрессий эти перешнего часу как бы ну там тяжко уже привязывать вот прямо ось так вось все что гэта полторте ништяще ну а динае что видовочна для мяне что то и что сегодня отбывается як раз отбывается тому что мы не асенсовали належным чином 37 то и что там отбылось а не был осудженный коммунизм поэтому это все проходит мимо школу мимо принципе версии цветов программ это просто не выучается про это просто не промывляется индия не зроблены вы снова и я думаю что нам требует эту тему просто я рожить на державном узроване просто это все подавать належным чином и тады ну не подымется там рука да у человека просто мусить оборонять себе а он себе просто забивает до смерти такая думка дякуй дякуй ольга эти вы хочется что-то дадать на эту тему так сама новость сегодняшний ночи расстрелян их поэтому воли этой даты и як яна соотносяцца с тым что отбывается украине зараз ну я думаю что одна из важных тема которые нужно говорить в этой связи это конечно травматический опыт и травма которая вот мы несем которую уже там столетия условно говоря да которая принимает сегодня новые формы но часто сравнивают как раз с теми формами террора и насилия и и травматического опыта которые были вот в те годы и мне кажется что нам нужно сравнивать и нужно искать новый язык для описания того что мы переживаем сейчас вот а чтобы был новый язык вот это сравнение нужно да то есть мы просто не можем не обращаться к наследию да и это важно и для того чтобы восстановить историческую справедливость да помнить об этих людях вернуть их в нашу культуру и для того чтобы лучше понять что происходит с нами сегодня ну и конечно как сергей сказал для того чтобы этот опыт перерабатывать и чтобы ему в будущем не было места в нашей беларуси спасибо ольга и сергей пока мы отвечали на вот мы заканчивали пришел еще один вопрос если у вас хотите ли вы на него ответить или нет он в чате если у вас 5 10 минут еще чтобы да окей значит окей 5 хорошо тогда начнем с вас сергей ольга тимофеева глазунова сетевое издание репортер а правильно я понимаю если омоновцы слушают небо славян то возможно они представляют себя защитниками славянской культуры скажем от наступления западной цивилизации своем воображении сергей ну наверно там ну это видовочно для меня что они заявляются принципе представниками русской культуры потому что все что время отбывалось отбывался с ними по русскому под русскую музыку и на фоне русского кино потому что это люди просто до русского культурного поля поэтому они не чуете не разумеют я я не ведаю просто что у их в голове и по ширости ведать не хочу олег это цикавый объект для доследования удалейшим что до этого привело и и чему он слухаюсь такую музыку для меня видовочные вы просто это низкий интеллектуально взрыве при тем что алису я в принципе да люблю такой пока хотите добавить хорошо спасибо еще раз большое спасибо сергей спасибо ольга спасибо что вышли на связь вот до новых встреч мы проект пресс-конференции вот такие онлайн продолжаем мы его будем делать подписывайтесь на беларусь focus journalist network группу фейсбуке мы там даем анонсы все спасибо большое